вопрос номер 63 почему именно вышивка любимым увлечением стала а не другое какое-то твое хобби чем ты увлекалась ранее я адаптировал этот вопрос я вам скажу так что почему вышивка а что было раньше а совсем если в школьные времена уйти то я если вы не в курсе я не умею рисовать у меня нету чувства такта в рисовании но я могу сказать так что я любила я научилась рисовать шариковыми ручками делать растушевку причем очень хорошо если я что-то рисовала то я рисовала какую-то маленькую фигурку на листочке и разрисовывала ее вы спросите пробовала ли я разрисовывать антистрессовые вот эти вот разукрашки нет я не пробовала этого делать я не пробовала разрисовывать картину по цветам но знаю что у меня любит крест нарисовать картины по цветам то есть дело подарки несколько раз в этом плане и и это прикалывает хорошо отойдем от школы и придем к более другому периоду допустим когда я училась в училище я училась на швею закросчик женской верхней одежды и я вам скажу так что особо рисовать там не надо ты схематически должна показать что ты как ты примерно понимаешь в схеме что ты будешь шить выкройка там вообще все строго и в тот момент я тоже ничем не занималась у меня не было кого-то хобби ну я шила мне нравилось шить я действительно шила я шила на заказ я шила для себя вещи ну это определял в то в то время так учили профессии то есть ты входила очень узко входило в эту профессию с элементами экономических уже введений то есть что тебе закладывалось в голову не то что ты просто шьешь а что ты можешь открыть свой бизнес ты можешь пойти работать в ателье и со временем набравшись опыта как работает ателье имея экономические основы открыть свое ателье свою какую-то точку свое дело это был 2002 год скорее всего я закончила училище и возможно это один из экспериментов и одна из маленьких маленьких ложечек почему я действительно стала самозанятым человеком и не работаю ни на кого ну то есть я работаю конечно но я работаю по своему личному выбору если вы кстати еще не подписаны на мой канал подписывайтесь далее что хочу сказать по увлечению я вышла замуж в 2003 году и тогда у меня было увлечение цветы цветы лаксении там я рассказывала вам что я с этими цветами лаксениями бегала как сумасшедшая по всем форумам листочки брала там из одессы еще с каких-то городов просто помнить что с одессы больше всего мы брали из крестных поездами через водников там переводили мы тогда еще переводами укрпочты ой это был конечно треш мы собирали по моему 30 или 40 сорок сортов глаксений но потом уже как-то все сошло на нет в 2006 году когда я развелась понятное дело что было не до цветов но и моя крестная тоже она уже родила вову короче это уже было не за цветов так и закончилось мое хобби по цветам хобби больше меня никого не было кроме того что саморазвитие самовосстановление в плане после развода осознание 2009 году что ты больше не являюсь директором своей фирмы тоже чем заниматься как восстанавливаться как строить отношения как правильно все-таки строить наконец-то в 26 27 лет я решила что я не буду допускать одну и ту же ошибку точнее ошибку ту которую я уже допустила два раза в третий раз этой ошибки не должно быть первый раз по молодости то есть у меня когда был первый парень потом я вышла замуж это был мой второй парень и потом я уже вышла замуж за своего мужа но перед этим я работала над собой как над личностью которая что-то может дать заинтересовать мужчину работала убирала свои какие-то навыки которые я приобрела в характер и благодаря самозанятости тут уж некому тебе тебя похлопать по плечу сказать что все будет хорошо можешь сама себя похлопать похлопать по плечу искать юль все будет нормально ты разрулишь эту ситуацию и вот с этой ситуации надо было как-то выходить и я очень много уделяла времени приводить себя в состоянии снова женщины поэтому когда в 2009 году умер мой брат мне надо тоже было восстановить свое эмоциональное состояние и кроме того как вышивка монотонное дело которое будет меня занимать весь мой мозг я не придумала вот так вот и родилось то есть я вспомнила как я вышивала в первом классе что мне это нравилось и поэтому мое хобби было вышивкой и до сих пор она остается пока никакую замену этому хобби я не нахожу да и не планирую в принципе хобби это то что импульсивно доставляет тебе какое-то удовольствие поэтому действительно вышивка это основное хобби и будет ли что-нибудь новое не знаю я могу даже сказать сегодня сейчас в 2021 году 4 сентября что наверное чего нового не будет но поскольку мы знаем что я женщина а женщина свойственно все-таки передумывать и менять свои решения я вас уверяю что-нибудь да наклюнется пишите как у вас было является ли вышивка единственным вашим хобби или может быть у вас есть еще что-нибудь